Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте. Я думаю, что нам следует вернуться к теме происходящих в США событий, поскольку они наверняка отражаются и на всем, на всем мировое пространство. Поскольку все-таки Америка это по сей день ведущая страна в мире. Безусловно, в середине Америка превратилась сейчас в поставщика главных новостей. Вообще считается, что летом новостей меньше, и новостники, как правило, даже страдают от этого, выискивают новости, появляются в новостях какие-то самые странные, удивительные вещи. Сейчас, к сожалению, Америка стала поставлять нам новости, инфоповоды, то, что называется, и далеко не самые радостные. И, к сожалению, все это продолжается и требует очень серьезного осмысления, потому что, в общем-то, действительно, абсолютно право от того, что будет дальше в США, зависит судьба не только Америки и не только Израиля, но вообще всего того, что мы называем свободным миром, либерально-демократическим миром, то есть странами, западные модели, построившие свои государства на базе либерально-демократических ценностей, которые подвергаются сейчас массово массированному, очень жестокому удару, и задача выстоять и удержать те ценности, которые, в общем-то, западные народы выстрадали на протяжении последних 150 лет. И, действительно, когда мы возвращаемся к американской реальности, то среди тысяч заснятых на мобильные телефоны видеороликов, демонстрирующих грабежи и погромы на улицах крупнейших городов Америки, встречаются видеоролики совершенно другого рода. В этих коротких фильмах мы наблюдаем массы белых людей, стоящих на коленях, кланяющихся черным, и вымаливающих у них прощение за их белую привилегию, за структурный расизм отвратительных и неисправимых Соединенных Штатов Америки. Неделю назад кандидат президента Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден, символически объявил, что эти жестокие обвинения в белых привилегиях являются официальной позицией Демократической партии. Сам Байден даже сфотографировался на коленях с группой афроамериканцев, стоящих позади него во время посещения церкви в Иумингтоне, штат Белавер. Все эти видео являются свидетельством печального и социально-политического явления, которое, собственно, и стало причиной беспорядков, охвативших Америку вслед за жестокой смертью Джорджа Флойда. И они позволяют нам понять, почему либеральные американские СМИ продолжают поддерживать протесты, несмотря на то, что все эти протесты с самого начала сопровождаются ширкомасштабным насилием, погромами и грабежами. Вопреки тому, что СМИ американские элиты пытаются протолкнуть сейчас в качестве повестки дня, беспорядки эти отнюдь не стали следствием усиления жестокости полиции по отношению к афроамериканцам. Наоборот, как с помощью приведенных фактов доказал на прошлой неделе Хайзер Макдональд в Wall Street Journal, за последние несколько лет насилие со стороны полицейских в отношении чернокожих вообще значительно сократилось. Насилие, которое мы наблюдаем сейчас, явилось результатом сокрушительной радикализации прогрессивных белых американцев. И Байден, Джо Байден, озвучил эту радикализацию еще прошлым летом, когда во время предвыборной кампании в Айобе он сказал, «Фактам мы предпочитаем правду». В прошлом году политолог Зак Гольдберг опубликовал очень интересную статью в онлайн-журнале «Таблиц», который представил статистические данные, которые демонстрируют глубину и масштабы радикализации белых прогрессистов за последние 10 лет. Гольдберг показал, что за период с 2010 по 2019 год белые прогрессисты стали, по сути дела, единственной гемографической группой в истории США, которая поставила интересы других групп выше своих собственных. Более того, белые прогрессисты отдают приоритет продвижению интересов меньшинств и иммигрантов не только за счет своих собственных интересов, но и за счет интересов американского общества в целом. При этом, как показал Гольдберг, позиции прогрессивных белых в отношении вопросов расы и иммиграции являются более радикальными, чем позиции по этим вопросам, которые занимают черные, латиноамериканцы или азиаты. Гольдберг утверждает, что столь резкая радикализация белых прогрессистов в последнем десятилетии стала результатом все большего использования ими интернета. Онлайн-платформы создают фактически своего рода такие информационные пузыри, которые формируют искаженное представление реальности у тех, кто находится внутри этого пузыря. И в этой искаженной реальности расовые взаимоотношения выглядят намного хуже, чем они есть на самом деле. Поэтому те, кто населяют такой пузырь, они предпочитают правду, представленную в пузыре реальным фактом. Гольдберг, несомненно, прав в том, что чем глубже погружаются люди в свой интернет-пузырь, тем дальше отдаляются они от объективной реальности. Но надо ясно осознавать, что интернет отнюдь не единственный источник всей этой радикализации. Президентство Обамы тоже стало фактором, усугубившим радикализацию. Ведь когда Барак Обама выиграл президентскую гонку в 2008 году, многие американцы сочли его победу очевидным доказательством окончательного преодоления Соединёнными Штатами своего расистского прошлого. Обама, однако, не поддержал эту точку зрения. На протяжении всего пребывания у власти он использовал всю мощь своего положения и статуса, внедряя и придавая легитимность радикальным позициям по расовым вопросам, прежде присущим лишь маргинальным левым кругам, обретавшимся на самом краю американской политики. Обама стал активно насаждать точку зрения о том, что Америка, мол, не стала пострасовым обществом, но остаётся расистской по своей сути, иными словами, американский расизм носит структурный характер, который был заложен в модель общества и государства изначально. Исправить это невозможно, только разрушить. Неслучайно Обама поддержал живые утверждения, якобы объясняющие причины беспорядков сейчас. Мол, чёрные американцы подвергаются постоянной и экзистенциальной угрозе со стороны государства в целом, и прежде всего со стороны правоохранительных органов, то есть полиции. А прозвучавшие след за тем призывы голливудских знаменитостей и бывших чиновников администрации Обамы лишь как бы довели эту позицию до своего логического конца, когда они призвали полностью лишить финансирование полицию и, по сути дела, отменить её. Ну и, наконец, третьей причиной радикализации белых прогрессистов стала система высшего образования. Потому что чем более радикальными оказывались кампусы в американских университетах, тем более экстремистыми становились и выпускники. И, вероятно, наиболее драматическим выражением радикализации белой прогрессистской политики стал отказ прогрессивных мэров и губернаторов принять соответствующий мер для того, чтобы положить конец насилию на улицах своих городов и штатов. Мы видим, что происходит сейчас в Сиэтле, например, или в Портленде. И вместо того, чтобы подавить эти беспорядки или успокоить людей, мы получили тех, кто, подобно мэру Нью-Йорка Билу де Блазио, кстати, чью дочь арестовали за участие в погромах, поддержали тех, кто поджигает их города. Ужасное письмо в сети я нашёл письмо к сержантам полиции Нью-Йоркского полицейского управления Эда Малина, президент Ассоциации благотворителей сержантов, в котором он выражает сочувствие нью-йоркским полицейским. Он пишет, я знаю, что мы теряем наш город. У нас нет руководства, нет направления, нет плана. Я знаю, что вас сдерживают и используют в качестве пешек. После чего, обратившись к сержантам, попросил их держать строй. Помните, добавил он, вы служите высшей цели. И во всём этом для американских евреев то, что происходит сейчас, все эти погромные беспорядки, они представляют собой проблему сразу на нескольких уровнях. Потому что, во-первых, они усугубили нарастающее противоречие между их политической и их еврейской идентичностями. Как показал опрос американских евреев в 2014 году, около половины американских евреев считают себя прогрессивными. И, будучи таковыми, многие из них разделяют взгляды своих прогрессивных, нееврейских соратников относительно необходимости предпочесть интересы меньшинства их собственным интересам. Вот только прогрессивное желание евреев служить интересам тех, кто зовёт афроамериканцев на баррикады, оно же идёт в разрез с их собственной еврейской идентичностью. Ведь Black Lives Matter, BLM — это радикальная группировка, которая одна из инициаторов этих демонстраций, она ведь глубоко антисемитская организация. Вспомним, BLM возникло в 2014 году как слияние нескольких антисемитских структур, антисемитской нации ислама, антисемитских чёрных пантер, такой вот странной инициативы ловцов снов, по-моему, из Бостона, который выступает за расширение прав исторически угнетённых общин и ещё нескольких других группировок. А в 2016 году движение Black Lives Matter опубликовало свою платформу, которая потом, кстати, была удалена с веб-сайта организации. В ней Израиль назывался государством апартеида, обвинялся в совершении геноцида. Ну, всё по плану. Кроме того, Израиль и его сторонники обвинялись в подталкивании США к войнам на Ближнем Востоке. Кроме того, платформа BLM также официально сообщила о присоединении организации к антисемитской компании бойкота BDS, ставящей своей целью бойкот Израиля прекращение инвестиций еврейское государство и введение против него международных санкций. Неслучайно лидер компании BDS Амар Баргутти на этой неделе признал, что цель компании BDS состоит в ликвидации Израиля. И вот этой цели привержены Black Lives Matter. Проведение мероприятий в рамках компании BDS в кампусах США, вы знаете, неизменно сопровождается проявлением фанатизма и дискриминации в отношении еврейских студентов. Неудивительно, что в свое время публикация платформы Black Lives Matter была осуждена еврейскими организациями со всего политического спектра. Но сегодня еврейским прогрессистам все труднее отворачиваться от ДЛМ, несмотря на откровенный антисемитизм этой группировки. Ведь, как положено белым прогрессистам, они верят, что должны бороться со структурным расизмом Америки даже ценой продвижения права и возможностей тех социальных сил, которые, будучи антисемитами, отвергают их евреев собственные гражданские права. Собственно, больше отвергают их евреев право на существование как таковое. Вместе с тем, как евреи, они все же чувствуют, что их права должны быть защищены. Тут недавно один прогрессивный еврей попытался разрешить эту квадратуру круга, написав в Лос-Анджелевском еврейском журнале следующую обескураживающую наибную сентенцию. Я цитирую. Сегодня евреи должны поддержать дело Блет-Лихс-Меттер, а об Израиле мы поговорим завтра. Но что тут остается сказать? Блажен кто верует. Померя все больше радикализации прогрессистов на протяжении последнего десятилетия, радикальные еврейские прогрессисты создали впечатляющую организационную структуру, миссия которой состоит в продвижении вот этой самой прогрессивной революции в первую очередь среди евреев Америки. Илья, навзявшись за дело, они вывернули иудаизм наизнанку, так что топливых представлений стал апофеозом прогрессивных революционных идеалов под знаменем так называемого Тикун-Улам. Те, кто знакомы с еврейской традицией, знают, что Тикун-Улам это понятие в иудаизме и в кабале в мистическом части иудаизма об исправлении мира. Так вот, это исправление мира в представлениях прогрессистов превратилось в эти самые идеи Антифы и Блеклифс-Меттер. И где-то неделю-две назад Таблет опубликовал эссей с 20 тысяч слов под названием «С огни евреев», о ведущей организации, созданной в рамках всех этих усилий, «С огни дугу», «Бен Зеар». Впервые вот эта организация привлекла к себе внимание широкой публике в 2018 году, два года назад, после расправы над верующими синагоги Древа Жизни в Питтбурге. Помните, организация тогда стремительно опубликовала заявление, которое обвиняло в этой трагедии президента Трампа, не больше, не меньше. Когда же Трамп посетил общину, чтобы почтить память погибших, организация «С огни дугу» организовала против него в этой структуре «С огни дугу». Я спрошу по-другому, есть ли они вообще. Но какая разница, если годовой бюджет организации составляет десятки миллионов долларов, при этом 28 миллионов долларов поступают в бюджет из трех нееврейских фондов, которые вообще не имеют никакой другой связи с еврейской организационной жизнью. Но зато один из этих спонсоров фонд Рокфеллера. Он хорошо известен своей щедрой поддержкой радикальных антиизраильских групп, в том числе и компании BDS, бойкота Израиля и продвигающих ее организаций. В стремлении достичь своей цели, изменить мировоззрение американских евреев, «С огни дугу», помимо всего прочего, подготавливает консервативных, реформистских и реконструционистских, есть и такие, как выяснилось недавно, раввинов. Они также выплачивают зарплату раввинам в различных общинах. И поскольку многие синагоги давно погрязли в финансовом кризисе из-за сокращения числа прихожан своих, способность «С огни дугу» платить раввинам зарплату превращает ее участие в поддержке синагоги в крайне привлекательный вариант для очень многих общин американских, еврейских. И, конечно же, это вдвойне верно для синагог, прихожане которых являются сами прогрессистами. И по мере того, как прогрессивная политика парализует способность евреев бороться с антисемитизмом внутри своего политического лагеря, уровень антисемитских настроений среди белых прогрессистов стремительно растет. Как выяснил Зак Гольберг, по мере того, как белые прогрессисты стали занимать все более радикальные позиции в вопросах, связанных с меньшинствами и эмиграцией, они обратились и против Израиля, естественно. Сегодня белые прогрессисты откровенно враждебны Израилю. Более того, по мнению Гольберга, хотя они и выражают поддержку евреям, их симпатия и забота о евреях они обусловлены чем? А тем, что евреи не выступали бы против негров и других меньшинств с точки зрения белых прогрессистов менее привилегированных, чем сами евреи. И сегодня на пылающих улицах Америки откровенная ненависть левых к евреям стала видна предельно ясно. Маленький штрих, тот самый мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, который не позволял полиции города предпринять решительные меры против мародеров, сейчас и поджигателей, не так давно отдал распоряжение использовать всю необходимую силу, чтобы не тать еврейским детям из ультрафтодоксальных семей в Бруклине посещать школу из-за карантина. А ранее, на той же неделе, полиция разогнала в Бруклине группу хасидских детей и их матерей с детской площадки в Вильямсбурге. Ну, казалось бы, окей, хорошо, они хотели выполнить условия карантина, но та же самая полиция, которая сейчас, которая тогда разгоняла этих людей, остановлена сейчас и не защищает жителей города Нью-Йорка от беспорядка. Но хуже, конечно, то, что в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе и в других городах синагоги стали объектами атак бандпогромщиков от этих самых Black Lives Matter. А что вы хотели? Более того, по данным Ешива World News, 75% принадлежащих евреям магазинов в ультра-ортодоксальном анклаве Беверли-Хиллз были в минувшие выходные разграблены. И графики, которые оставлены в Лос-Анджелесе, ясно дают понять, что погромы предприятий и кварталов были целенаправленными, поскольку принадлежали евреям. Между созданием Black Lives Matter в 2014 году и публикацией его платформы в 2016 году антиизраильские активисты сделали все возможное, чтобы создать абсолютно лживую концептуальную связь между палестинскими арабами и афроамериканцами. Сегодня антиизраильские активисты в США пожинают плоды своих усилий, извлекая выгоду из беспорядков. В свою очередь антиизраильские активисты в Вихлиеме, например, изобразили на разделительном заборе бандита Джорджа Флойда в арабской Уфиее в Одессе, завернутом во флаг ООП, Организация Освобождение Палестины. И эта фотография мгновенно и широко разошлась по всем социальным сетям. И думаю, что многие из наших слушателей ее видели. Демократы верят, что беспорядки разрушат надежды президента на переизбрание. Вопросы на этой неделе показали, что, по крайней мере, в краткосрочной перспективе погромы снижают шансы Трампа на переизбрание. С другой стороны, возможно, что хаос на улицах усилит общественную поддержку президента Трампа, в котором избиратели могут увидеть последний оплот одержанных, отделяющих от национального крушения. Но, вне всякой связи от того, выиграет ли Трамп в ноябре или проиграет, радикализация отбивых прогрессистов, являющаяся первопричиной всего происходящего хаоса, она становится самой серьезной угрозой для социальной сплоченности в Америке, как в краткосрочной, как и в долгосрочной перспективе. Поймите, все эти антифы и BLM, это все ужасно и отвратительно, но подавить их, на самом деле, не стоит ничего. Это действительно, это не эпидемия и не страшная болезнь. Это меньше, чем вирус. Это простуда. Вылечить ее можно за несколько минут. Она не лечится, потому что ее не лечат. Потому что вирус поражает как вирус иммунодефицита, как СПИД. Он поражает системы управления и системы защиты. И все это происходит не потому, что BLM или Антифа захватили власть, а потому, что белый прогрессивизм разъел мозг американской элиты. И поэтому именно это является главной угрозой сейчас для Америки, а не эти беснующиеся мародеры и грабители, которые прыгают по пылающим улицам в американских городах. И эта угроза, она является страшной угрозой и для общественного будущего американского еврейства. Это нужно очень хорошо понимать. Евреи, которые сейчас весело и радостно поддерживают весь этот прогрессизм, как бы они как в классическом выражении, они скручивают ту самую веревку, на которой и повесят. Потому что это угроза и для самого еврейства американского, и для отношений между американской еврейской общиной и остальным еврейским миром, и, конечно, для американо-израильских отношений. И отношения глобально большинства израильтян к тому, что происходит, разительно отличаются от того, как видят большинство американских евреев. Это очень заметно в социальных сетях. Одним словом, мы действительно находимся в очень сложной и в очень опасной ситуации, но нужно четко понимать, что опасность исходит не столько от погромщиков и мародеров, сколько, как говорил профессор Преображенский, от разрухи в головах самих американцев. Сергей. Да. Я напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, вы можете позвонить, задать. А на самом деле, ну как бы вот смотришь на все эти видео, которые здесь в соцсетях довольно в больших количествах и сравниваешь то, что ты видишь своими глазами с тем, о чем говорят политики-демократы, о чем говорят так называемые журналисты на CNN, MSNBC, BBC, на всех каналах практически, которые уверяют нас, что это в подавляющем большинстве мирные демонстрации, и диву даешься. И просто диву даешься. Сегодня у нас был разговор, и человек говорил, а вот если бы журналисты присутствовали при полицейских рейдах, ну, во-первых, журналистов больше не осталось, остались продажные шлюхи. Журналистов нет. Вон, Такер Карлсон попытался, так сказать, показать, представить вещи своими именами, так корпорации, такие большие корпорации, там, Тимобил, в частности, остановил рекламу. Папа Джонс Пицца остановили свою рекламу. То есть, если находится один голос какой-то, который говорит, называет вещи своими именами, то тут же начинает его атаковать. То есть, свобода слова как бы становится... Сергей, ведь подменяются причины и следствия. То есть, когда мы говорим о жестокости в кавычках полиции американской, мы говорим о том, что американская полиция, которая пытается выполнять свою работу по наведению порядка в городе, заходя, скажем, условно, в черный квартал, сталкивается с колоссальным насилием, которого быть не должно. Ведь, нам говорят, вот, они приводят статистику убийств полицейскими чернокожих. Так проблема не в том, что они были чернокожими, а в том, что они были насильниками, грабителями и теми, кто сопротивлялся полиции. Потому что вы не найдете такой же статистики в отношении белых, просто потому, что белые, даже преступники, будут вести себя иначе в большинстве своем. То есть, когда полиция пытается навести порядок в квартале, где живут белые, пусть даже это будет не самый благоустроенный, благополучный квартал, уровнем насилия и неподчинения государственной власти, с которой она сталкивается в черных кварталах. Соответственно, проблема не в том, что полицейские и расисты и убивают черных чаще, чем белых. Мы, кстати, я говорил о том, что на самом деле это и неверно, а в том, что именно в этом сегменте общества американского есть неуважение к власти, к власти закона, отказ выполнять подчиняться законам, что, естественно, должно вызывать на себя более жесткое отношение о полиции, потому что иначе будет барда, иначе будет развал. И вот здесь, подменяя местами причину и следствие, прогрессисты, достигая своих целей, как бы разрушают американское общество. Нужно понимать также, что вот эта вот болезнь прогрессизма, которая очень близка к неомарксизму, мы как-нибудь о нем поговорим отдельно в нашей передаче, как бы главный общий знаменатель, я хочу к этому сегодня еще вернуться, главный общий знаменатель всех этих протестных движений, разгромных, это ненависть и презрение к либерально-демократической модели. То есть эти все анти-фашисты и прочие неомарксисты, анархисты, троцкисты, малоисты, они презирают либерально-демократическое общество и пытаются его разрушить. Они называют либерально-демократическое общество фашизмом, с которым они борются, выворачивая наизнанку все определения. И именно это как раз и ведет к насилию и к беспорядкам. Поэтому, конечно же, проблема должна быть названа своим именем и нельзя подменять причины и следствия. Полиция ведет себя жестоко в кварталах, например, тех же черных кварталах, не потому что она жестока или не потому что они расисты, а потому что именно там она встречает сопротивление и неподчинение закону, сопровождаемое, как бы накручиваемое неомарксистами, презирающими либерально-демократическое общество по определению. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Скажите, можно задать такой вопрос? Есть ли какое-то продвижение в Сенате по второму траншу? Я не слышал, что в Сенате по чему? Ну, это уже не второй транш, это уже три транша было, поэтому пока в Сенате ничего не продвинулось. Во всяком случае, тот законопроект, который на очередные три триллиона долларов был предложен, по-моему, остался пока в Нижней Палате, и я не думаю, что Сенат проголосует за подобные вещи. Я тоже не слышал, что было какое-то продвижение. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте еще раз. Как мы знаем, левые всех стран, в том числе Израиля, не то что сплочены, но они еще и похожи, и, как бы сказать, близнецы, и по велению Сороса и родные братья. А вот наши левые уже встали на колени, чистят обувь, лижут даже, проклинают наших полицейских, которые оберегают нас во всех городах. А вот не боитесь ли вы у себя в Израиле, что ваши левые возьмут пример от наших левых и встанут на колени перед арабами, будут извиняться перед них за то, что якобы они захватили их, не дай бог, территорию? Спасибо. Ну, естественно, я очень опасаюсь. Я думаю, что, конечно же, наши левые уже вынашивают подобные планы. Другое дело, что у нас все-таки пока это не все так запущено. И вот к таким левым прогрессистам относится достаточно небольшая категория. Сегодня из 120 депутатов Кнессета есть 15, если не ошибаюсь, арабов, и еще где-то 6 представителей вот такой вот партии, откровенно занимающей прогрессистские позиции. В левых партиях, типа партии Лапиды или партии Ганса, которые сейчас вообще в коалиции, там тоже такие представители есть, но они держат низкий профиль. То есть все-таки это далеко от левого израильского мейнстрима. Но, безусловно, тенденция совершенно очевидна. И если не остановить это сейчас, то дальше все будет только хуже. Давайте попробуем еще один звонок принять. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сергей, добрый день. Я просто хотел сказать по этому тему. Я дальше, значит, нашлился в интернету в одном интересном обсуждении. Один человек, я уже, извините, забыл, но он приводит очень четкие ссылки со ссылками на исследования, которые показывают, что средний average IQ у населения Африки меньше 70-67, что-то такое. Это то, кстати, когда этот факт озвучил великий исследователь Фрэнс Крин, его, помните, вот он, его выбросили со всех мест. И он еще заканчивает этот человек в такую сентенцию. Если дают остров Азиатам, получается Япония. Дают белым, получается Британия. Дают остров Черным. Сейчас вы говорите. Вот такое у вас соображение. Я хотел бы узнать ваш комментарий. Спасибо за ваш звонок. Мы должны прерваться сейчас на рекламную паузу. У нас есть свои обязательства. Никуда не уходите, оставайтесь с нами. Скоро вернемся и продолжим. Открытый диалог. Диалог. С Александром Непомнящим. Продолжаем нашу программу. Александр, давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, меня зовут Анатолий. Мне кажется, что причины всех этих возмущений лежат, конечно, в самом обществе. И парадокс, чем более прогрессивно общество, чем более развита наука, техника в этом обществе, тем сильнее будут нарастать эти противоречия. Это связано с тем, что огромная масса людей становится невостребованной, так как промышленность, полиция, армия, все требуется более и более подготовленных людей, людей с большей образованностью. А получить эту большую образованность могут не все. Это еще зависит от IQ людей. Так большая масса раньше, например, черных могла идти в армию, теперь и армия требует наибольшие требования, и не всех их принимает. В промышленности простая секретарша раньше могла справляться с пишущей машинкой, и теперь ей надо уметь выйти на интернет, искать информацию. И в этом вот основная причина. А Америка это первое, потому что промышленность и наука здесь наиболее развиты, она первая столкнулась с этими проблемами. Дальше будут сталкиваться с этими проблемами во всем мире. А вот что делать, это вот большой вопрос. Ну, я не знаю. Спасибо большое, во-первых, за ваш звонок. Я не знаю, что значит люди не могут справиться с компьютером. Дети в совершенно нежном возрасте уже оперируют гаджетами. Ну и потом, наверное, поколение 2 уже людей, которые закончили школу или колледжи, вполне себе могут разобраться с этой техникой. Так что я не думаю, что проблема в этом. И потом, что касается незанятых людей, вы помните, у нас безработица была накануне всех этих трагических событий, там, по-моему, 3 с чем-то процента, что, по сути дела, ее не является безработицей. То есть стопроцентная занятость была. Мало того, порядка 6 миллионов человек были в транзите, то есть искали работу, стояли там зарегистрированы, а более 7 миллионов свободных рабочих мест. И потом нам говорят о том, что необходимо открыть границы, чтобы шли вот иностранцы, работали. Причем работы, которые иностранцы выполняют, не требуют особой квалификации. Как правило, это низкоквалифицированные рабочие. Так что я не думаю, что проблема в этом. Я абсолютно с вами согласен, Сергей. Я хочу добавить, что снова я подчеркну это, снова и снова. Главная проблема не в тех погромщиках, которые сейчас непосредственно находятся на переднем крае и жгут, и грабят магазины. Главная проблема в элите, которая как раз как бы хорошо образована, и будучи, так сказать, образованной в американских кампусах, в американских университетах, она очень сильно радикализована. И вот эти вот белые прогрессисты, не черные, а именно белые прогрессисты, они есть заводилы, те, которые лишают государства возможности защитить себя от этой вот мелкой проблемы на самом деле. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что всех этих негодяев и безобразников можно было буквально за несколько минут подавить, если бы полиция получила соответствующее разрешение. И, к слову, еще о границах, о которых вы говорите, которые не требовали недавно открыть и добивались, чтобы Трамп открыл границы. Что делают сейчас в Портленде и в Сиэтле? Может, мы успеем еще сегодня об этом поговорить. Ограничивают свои территории, загораживают, строят баррикады и заборы. И они вдруг вспомнили, что есть такое понятие границ. Но люди настолько несостоятельны, что они даже не видят противоречий в каждом своем действии, в декларации одного и действия другого. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Вы знаете, мне кажется, что вся проблема не в том, в отсталости технической, а в развращенности безделиями, подачками именно черного населения. Потому что, кроме черных и белых, в Америке куча индусы, азиаты, и никто не находится в таком положении. Никто. Только они. Это все дело в развращенности именно безделиям и подачками. Бесконечными. И бесконечным этим идиотским чувством вины непонятно за что. Вот, мне кажется, вся проблема только в этом. Спасибо. Политики всегда использовали расовую карту. Ну, начиная с Линдона Джонсона, вы помните, когда принят был закон, в 65-м году, о борьбе с бедностью, на который потратили уже 22 триллиона долларов. Бедность не победили, но зато он сказал, что теперь негры, он так и сказал, теперь негры будут 200 лет за нас голосовать. То есть, определенно, одна партия, которая ставит на эту ставку, покупает голоса избирателей, в частности, афроамериканцев. И основы общества, скажем, семьи разрушаются, то есть, они лишаются стимула жить цивилизованной жизнью, создавать семью, получать образование, добиваться каких-то результатов в труде. И они лишаются этого стимула, потому что их задача сводится к тому, чтобы они голосовали за одну партию, а эта партия будет обворовывать налогоплательщиков и потихоньку расплачиваться. Сейчас давать подачки, да. Ну, снова и снова я повторю, проблема не в люмпинах деклассированных, не в той пьяной матрасне, которая в 17-м году разрушила Санкт-Петербург, не в этих люмпинах, которые шли за большевиками, за исламским государством в Ираке, за нацистами, проблема в идеологах. И это ядро идеологическое, это далеко не деклассированные люмпины. Это те, кто называют себя элитой американского общества. И, безусловно, вы абсолютно правы. Лидер демократической партии, которые раньше дистанцировались от них сегодня, как бы попытались это возглавить, и все началось при Обаме. Обама, человек, который, я думаю, глубоко ненавидит либеральные демократические ценности, человек, который воспитан на совершенно других ценностях, на марксизме, на исламе, он начал этот процесс внутри демократической партии, он разрушил, он переродил демократическую партию. И то, что мы наблюдаем сейчас, конечно, это совершенно ужасно, но я верю, что еще демократы могут вернуться к своему нормальному состоянию, к партии, которая все-таки будет находиться внутри консенсуса мейнстримного и здравого смысла. Добрый день, пожалуйста, вы, Финя. Добрый день, Сергей, добрый день, Александр. Скажите, Александр, как вы считаете, все-таки живя столько лет в Израиле, и как ваше государство? В связи с тем, что происходят последние месяцы коронавирус, усиление антисемитизма и волнения здесь, в Америке, вы ожидаете, что к вам будет, у вас будет новая Илья, причем не такая, как была из Советского Союза, а из Запада. Вы это предполагаете? И еще одну вещь, о чем интересно рассказать, если назвать это интересной. У меня родственники живут в Хьюстоне много лет, и женщина работает в синагоге, консервативной, 30 лет. Они получили на той неделе все, кто там работает, и все прихожане. Молиться за этого убиенного, за него, вы все понимаете, до какого маразматизма еврейская, консервативная, реформистская религия дошла. Молиться за этого гангстера, называйте как его хотите. Надеюсь, у вас такого нет. Спасибо вам, послушаю вас по радио, спасибо. Я в начале передачи говорил именно об этом, о том, что внутри еврейского общества американского этот вирус проник тоже глубоко очень. Не коронавирус, к сожалению, а вирус прогрессизма. И организация Бензе-Арт с огнедугу, они проникают сейчас в синагоги и начинают заплачивать зарплату раввинам, тем самым получают влияние и разрушают еврейские общины изнутри. Что касается того, ожидаем ли мы Алию, мы не ожидаем, мы уже ее принимаем. То есть большое количество евреев из западного мира сегодня бежит в Израиль, поскольку, если мы возьмем Францию, Англию и даже США, к сожалению, евреи уже не чувствуют себя настолько защищенными и настолько уверенными в своем завтрашнем дне, как раньше. Если раньше Израиль была опцией для сионистов только, по крайней мере, для западного мира, то сейчас мы видим все больше и больше евреев, приезжающих из западных государств, в первую очередь из Западной Европы, но из Америки тоже. Мне, как бы, с одной стороны, я рад тому, что евреи возвращаются, с другой стороны, конечно, мне очень горько видеть то, что происходит в Америке сейчас. И, честно сказать, вот этих евреев прогрессивных, которые стали во многом виновниками того, что происходит в Америке, а сейчас они бегут в Израиль, честно говоря, я предпочел бы, что я не очень хочу, чтобы они сделали то же самое и в Израиле. Поэтому, конечно, это все очень непростая тема и непростой вопрос. – Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Я хочу сказать и думаю, что многие разумные черные даже, а я думаю, среди них достаточно много нормальных людей, согласятся со мной. Почему на рабство не взглянуть со стороны того, что не требовать компенсации за какие-то 300 лет назад события, а наоборот сказать, что они должны каждый раз благодарить Бога, что они живут в этой цивилизованной стране, пользуются всеми благами этой цивилизации, и кто из них хочет, достигает замечательных результатов. Вот такое им надо объяснить и внушить. Может быть, хоть кто-то из них это поймет, потому что это настоящее, это действительно так и есть. Они бы в Африке жили, до сих пор сидели на деревьях, или в стране апартеида бы жили, где все разрушено. Поэтому нужно на эту проблему взглянуть с этой точки зрения, и показать им, и объяснить, и сказать. До многих не дойдет, но, может быть, хоть до кого-то дойдет. Спасибо большое. Спасибо. Я не знаю, вы хотите прокомментировать, что-то сказать? Я хочу просто каждый раз, когда я слышу подобные фразы, я хочу напомнить о замечательном профессоре Томасе Сойлэ, которого я очень люблю читать и перевожу на русский язык. Томас Сойл, афроамериканский гуманитарий, философ, социолог, экономист, человек блестящего ума, блестящий автор, и он называет вещи своими именами очень четко. Я очень советую вам, чтобы понять, насколько неоднородно афроамериканское общество. Или вспомним доктора Карсона, по-моему, если не ошибаюсь, министр в правительстве Трампа. То есть есть люди, которые совершенно иначе, афроамериканцы, черные, по-другому воспринимают. Просто вот эту пьяную матрасню, ее громче слышно и виднее, ее выпячивают, вытаскивают на экраны, но нужно все время помнить, что это только часть этого общества, и что есть совершенно другие люди, которые являются интегральной частью американского народа и успешной его частью, и той частью, за которую можно гордиться. — Добрый день, пожалуйста, в эфире. — Здравствуйте. Вы знаете, был проведен опрос непосредственно после вот этих бунтов среди чернокожего населения оказалось, что 40% чернокожие голосуют за Трампа. То есть поднялся еще больше процентов, чем даже было до этих бунтов. Потом, значит, Трамп провел круглый стол в Белом доме с представителями бизнеса среди чернокожих. Было там много представителей. Так вот, многие из них, во-первых, все его благодарили за его работу, за то, что он сделал непосредственно для чернокожего этого общества всего. И многие осуждали вот эти вот бунты и говорили, что это враги, в общем-то, их комьюнити, которые настроили чернокожих и вывели их на улицы. Поэтому очень трудно сказать, что будет, конечно, в результате, но вполне возможно, что все-таки разум победит и наш замечательный Трамп выиграет. Но вот еще, что я хотела сказать. Значит, кто за ним стоит? За ней, вот за этими, за организаторами и сами организаторы. Это глобалисты, те самые, которые хотят переделать мир. Они хотят, они, в общем-то, давно говорили, что, во-первых, им не нужно такое количество народонаселения, и, в частности, Билл Гейтс там среди них, естественно, и Рокфеллеры, и, конечно, Сорос, и многие другие. Все, очень много среди них, и практически все, значит, представители. Алло. Алло, что-то прервалось, да? Да. Ну, я хочу сказать, что я бы не бросал бы в одну кучу Билла Гейтса и Сороса, поскольку общим знаменателем у всех этих людей действительно, но, опять же, в сторону отведем Билла Гейтса, действительно есть общий знаменатель. Это неприятие либерально-демократических ценностей. Это неамарксизм, для которого война с либеральным демократическим обществом, американским, вообще западным, стала главной задачей. Собственно, и была главной задачей изначально. Но не стоит в одну кучу сбрасывать всех, Рокфеллеров и Сороса, с одной стороны, и Гейтса. С другой стороны, я думаю, что многие владельцы крупных корпораций как бы вынуждены плыть по течению и действительно подыгрывать вот таким настроением ужасным, но они очень быстро развернутся в другую сторону, как только почувствуют, что в обществе созрели другие настроения, другое восприятие ситуации. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Мне очень классные проблемы обсуждали. Я хотел бы на слово к язычникам... А вы можете говорить в трубочку как-то там... Я не могу так и говорю. Я хотел... Знаете, очень сложные проблемы. Я хотел ответить женщине, которая сказала, что надо авторамериканцам объяснять, как они должны быть счастливы. Вы знаете, что вам лучше, наверное, перезвонить, потому что, к сожалению, ничего не слышно. Поэтому перезвоните, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Извините, я второй раз хочу возразить. Когда вы мне сказали, что процент по безработице был до пандемии очень низкий, так вот вся эта масса людей, которые не востребованы, она не учитывалась в процент по безработице. Вы знаете, как статистика ведется только по людям, получающим по безработице деньги. Эти же, кто сошел и годами уже не работает, никогда не учитываются в проценте по безработице. Я тут с вами спорить не стану, вы абсолютно правы. Есть определенные гетто, где люди живут из поколения в поколение и живут только за счет того, что молодые девочки, начиная с 15 лет, рожать детей на каждого ребенка. Потом этих детей оформляют в фостеркер своим матерям, получают деньги от государства, от налогоплательщиков. И за счет этого живут. Это есть, оно как бы, к сожалению. Я не думаю, что речь идет о очень массовом явлении. То есть это определенные доли процента населения, но они не могут повлиять на общую статистику, я думаю. Добрый день, пожалуйста. Извините, но это нет. Не против того, что вы говорите, но, к сожалению, у вас не слышно. Что-то у вас с телефоном. Или с телефоном, или с компанией, которой вы пользуетесь. Я не знаю. Знаете что, давайте-ка, вот у нас осталось не так много времени, давайте-ка о решении Трампа в отношении международного уголовного суда. Да, это как бы мы все-таки, давайте закончим на каком-то положительном, на оптимистической ноте. Действительно, вчера Трамп вынес беспрецедентное решение, то есть действительно беспрецедентное. Он объявил санкции против высшего руководства МОС, Международного уголовного суда, и родственников этих самых высших руководителей, всех тех, кто связан с расследованием военных преступлений, в кавычках, американских в Афганистане и Ираке. Я цитирую заявление пресс-службы Белого дома. «Действия Международного уголовного суда являются посягательством на права американского народа и угрожают нарушить наш национальный суверенитет». Международный уголовный суд был создан для обеспечения ответственности за военные преступления, но на практике он представлял собой неподотчетную и неэффективную международную бюрократию, которая нацелена и угрожает персоналу Соединенных Штатов, а также персоналу наших союзников и партнеров. Но еще более беспрецедентным шагом на фоне этого шага, стало решение распространить эти самые санкции не только на тех, кто сейчас пытается засудить американских офицеров армии и разведки, воевавших в Ираке и Афганистане, но и тех, кто сейчас пытается засудить Израиль, союзника США. Я напомню, Гагский суд был создан в 2002 году за судебного преследования военных преступлений и преступлений против человечности и геноцида в районах, где преступники иначе не могли бы пристать перед правосудием. И в этот международный суд вошли 123 государства, которые признают его юрисдикцию. Израиль и США не вошли туда, никогда не входили по понятным причинам, потому что знали, чем все это кончится. Вот 4 месяца назад прокурор Международного уголовного суда она заявила, что следует расследовать Израиль за военные преступления. Обращение, как бы формальный повод, они получили от государства в кавычках Пластилина, Палестина, которое вообще не является государством. То есть даже на уровне юридических формальностей они нарушили протокол, потому что Палестина нет такого государства, она не может представлять себя в Международном уголовном суде. Израиль, конечно, заявил, что не считает Палестину суверенным государством, нет такого государства в принципе. И он не может передать уголовную юрисдикцию на своей территории Международному уголовному суду. А те более того, они говорят, что вот как бы расследовать Израиль по прецедентам Балкан, то есть вы помните войну на Балканах, преследование военных преступников на Балканах, и Руанды, Руанды, где была действительно резня, где больше миллиона человек были уничтожены. И вот они пытаются сравнивать Израиль, который воюет в шелковых перчатках, и Руанду. И Трамп и Помпео предупреждали МУФ, что вы будете наглеть, вы получите по голове. А те, как бы, по сути дела, что произошло? Бен-Асуда наплевала на Америку, но сейчас, когда Америка как бы наплевала ей ответ, то в этом как бы плевке потонула и Бен-Асуда сама, и весь Международный уголовный суд. Потому что, по сути дела, решение Трампа защитить своих военных и военных армии обороны Израиля, это как бы не только действительно теряет смысл все попытки расследовать американских военных, потому что защита означает не только санкции против тех, кто пытается расследовать, защита означает также, что если, например, какого-нибудь американского или израильского офицера задержат сейчас в какой-нибудь стране для передачи в Международный уголовный суд, Америка может использовать дипломатические и военные методы, то есть, грубо говоря, десантировать свою армию по приказу президента и вытащить этого офицера из этой страны, неважно, будет ли это Зимбабве или Бельгия. И это первое. Второй момент — это делегитимация. По сути дела, Международный уголовный суд сейчас низведен до разряда какой-то, так сказать, третисортной представительской организации, третисортного мира, который никому не интересен. То есть, если Америка может так себя повести к нему, то и другие страны будут говорить, мы тоже так, в общем, будем объявлять санкции вашим представителям. И, по сути дела, мы видим здесь, в общем-то, очень последовательные действия Трампа. ЮНЕСКО, Совет по правам человека, УНРА, вот это БАПОР, ООН, ВОЗ и теперь МУСК. Все эти организации, на самом деле, ведь были задуманы для пользы, но они постепенно превратились в инструмент борьбы с западными демократиями. И США и Израиль оказались на линии фронта, потому что это как бы самые ненавидимые модели либерально-демократических государств. Самые устойчивые, самые стоящие на передней фланге. И всех врагов Израиля и США объединяет вот это неприятие либерально-демократических ценностей, которые они пытаются разрушить. Это и братья-мусульмане, и всевозможные коммунисты, и Антифа, они все против. И вот сейчас приходит Трамп и начинает потихонечку идти овгивые конюшни в этом полагане, в общем, зачищать. Поэтому, конечно, это решение не звести Международный уголовный суд до Плинтуса, разрушить всю их легитимность и нанести, по сути дела, реальный удар по тем самым представителям, потому что это не только санкции, им не только теперь нельзя появляться в США. Все их имущество в Америке заморожено, все их банковские счета в американских банках заморожены, не только их, но и их ближайших родственников. Таким образом, мы видим, что Трамп действительно выполняет свою программу. Он был выбран для того, чтобы быть Трампом, то есть тем, что мы сейчас видим. И это его ищет, это его суть. И дай Бог, чтобы он мог продолжать эту работу по сохранению и защите свободного мира. Александр, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. До встречи!